Приветствую вас. Светлана, я, конечно, честно говоря, не очень понял, для чего обращаюсь в раздел психологии к психологам. Вы говорите про порчу, вы говорите про Бога и так далее. То есть это, мне кажется, не совсем по адресу. Про Бога вам в раздел религии, про порчу вам в раздел эзотерики. А психология это все-таки больше традиционная наука, такая вот, как любая другая наука. Соответственно, такие вещи, скажем говоря, несколько метафизические, как божественные и эзотерические, ну, для психологии несколько не свойственные. Хотя, безусловно, есть люди, которые это в себе сочетают, но, может быть, даже весьма успешно. Если брать, вот, в целом, ваш текст, ваши проблемы, да, по поводу еще, выбирайте совет Светлана, причем убедительный совет. Психологи не дают советов Светлана. Психологи помогают человеку разобраться в себе. Давать советы это больше про друзей, это больше про близких, это больше про родственников, но не про психологов. Психолог это человек, помогающий разобраться клиенту в себе, но не дающий советы. Можно психологу услышать, да, рекомендации, но не совет. Понимаете? Здесь вы высказываете в какой-то степени бегство от личной ответственности. И, знаете, вот проблема личной ответственности, она, конечно, может быть не главная, она может быть, конечно, не определяющая, но она довольно ощутима. В чем это проявляется? Ну, во-первых, вы пишете, что меня не воспринимают мужчины как женщину. Ну, вообще-то, 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 вас мужчины как раз таки и воспринимают как женщину. Потому что вообще-то, вообще-то, в узком смысле слова, женщина, представитель своего пола, представитель своего гендера, это как раз таки интимные отношения. Это чисто гендерное взаимодействие. Вот. Поэтому именно как женщину мужчины вас и вас воспринимают. Мужины не воспринимают вас как личность, мужчины не воспринимают вас как человека, мужчины не воспринимают вас как социального индивида. Вот в чем проблема. А как женщину вообще-то вас воспринимают, ну, просто секс предлагают. Да и надо сказать, что вы обращаете внимание на фигуру, на бюст, ну, вот и так далее. Хотя на первом месте идёт образование. Но всё равно такие детали характерны, что вы сами себя позиционируете вот так. Вы знаете, люди не будут предлагать чего-то, мужчины не будут предлагать чего-то, по крайней мере, системно. Да, то есть, ну, мы не берём в расчёт, там, определённых маньяков, да, и так далее. Вот. Мы берём таких вот расчёт, ну, скажем, системных. Такая вот, системная история. Вот. И, соответственно, люди никогда не предлагают того, что в человеке нет ценового. То есть, если люди вам предлагают секс, значит это то, чего вы хотите. Где-то в глубине души. Вы, может быть, хотите не секса. Секс – это всего лишь форма. Вот. Но, тем не менее. Вы производите впечатление человека очень интеллектуализированного, очень контролирующего себя. И отсюда не находящегося не в ладах со своими чувствами, а, значит, испытывающего трудности с хаосом от этих чувств, с бурой этих чувств. Понимаете? А, при том, что вы занимаетесь рисованием, вы пишете стихи и знаете два языка и развивается память, есть то ощущение, что всё это нужно для того, чтобы свои чувства подавить. Почему вас бросил муж в сцену? Почему вам должны предлагать отношения? Для чего вы следите за собой? Что напрягает вас в одиночестве? От чего вам больно? Для того ли, что ваша жизнь складывается не так справедливо, как вам, как, как, как вы считаете, она должна быть? Например. Это очень важный момент. Вы говорите, что вам хочется ласки и нежности, вы живой человек. Ласка и нежности вам хочется не поэтому, а потому что вы себя обесцениваете. И ласка и нежность нужна здесь потому, что этим вам важно компенсировать то, что вас нет. Например. Компенсировать то, что вы тяготитесь, условно говоря, сами собой. Как вам тяготно с собой находиться. Дальше. Порчу. Это попытка объяснить деструктивные паттерны поведения. Вот именно деструктивные паттерны поведения. Попытка объяснить деструктивные паттерны поведения у я от личной ответственности. Дальше. Вы, вот вы пишите, я молюсь к корне, прошу Бога выйти прямо. Зачем вам хозяйму, Светлана? Зачем? Не навязываюсь никому. Мне страшно. Чего именно вы боитесь? Опять же, что такое навязчивость? Навязчивость это, как правило, стыд. Стыд за то, что вы хотите человеку дать. Навязчивость это, когда вы по отношению к человеку не совсем искренне. Когда вы не можете для человека делать что-то просто так. Когда вы не направлены на человека самым. Когда вы не стремитесь сделать человека счастливым. На против ходить, чтобы сделали счастливый вас. А в активности самой по себе ничего плохого нет. Вот примерно такой ответ я могу вам дать. Есть, конечно, трудности с личными границами у вас. С осознанием своих эмоций. С приятным себя. С самооценочкой. Но все это можно скорректировать. Все это можно проработать. Самое главное, что осталось еще сказать. Это цена, которую вы платите за продвижение своей позиции. Раз вы хотите быть замужем. Значит вы себя обесцениваете. А если вы себя обесцениваете. То мужчины будут относиться к вам. Примерно так же. Обесцениваем вас. Ну это все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Мы все переодков. Продолжение следует...